Так, все супер. Давайте начинать. Значит, мы сегодня с вами, как ни странно, начнем работать уже с нейронными сетями. Собственно, то, что сейчас гремит в машинном обучении, опять же, повторюсь, у нас нейронные сети идут так поздно не потому, что мы считаем, что вы должны знать какие-то безумные основы, которые сейчас не используются. Нет, на самом деле, гадиентные бустинги спокойно продолжают побеждать во многих соревнованиях. Недавно кончилось соревнование по предсказанию задач, связанных с транскриптомом, и, в принципе, там бустинги, по-видимому, победили. Ансамбли, на самом деле, победили из бустингов и нейронных сетей, но тем не менее. Вот, и, в принципе, в зависимости от задачи, то, что мы с вами разбирали первые семь лекций, может очень даже вам помочь и очень даже сработать, ну, сработать сильно лучше, чем нейронная сеть, а главное, сработать быстрее. Вы сможете потратить больше времени на работу с признаками, больше времени на обдумывание того, что у вас с данными, а не на то, чтобы вообще эта штука запустилась. То, что с нейронными сетями часто бывает, что вы можете там неделю сидеть и разбираться, почему она, в принципе, ничего не учит. Вот, но тем не менее. Значит, и начнем мы с вами с такого базового самого примерчика, по сути, линейной регрессии, которая в каком-то мере тоже является нейронной сетью. Как это ни странно, над этим часто смеются, но тем не менее. Значит, вот возьмем какую-то задачку такую, то есть вот у нас есть такая зависимость. Причем мы уверены, на самом деле, что эта зависимость – это вот все, что у нас есть. Вот она задана на промежутке от минус 1 до 1, и, в принципе, бог с ним. То есть больше нам ничего не надо, нам нужна только вот эта зависимость, надо ее как-то уметь аппоксимировать. Вот попробуем ее аппоксимировать линейной регрессией, и на самом деле, спойлер, скорее всего, у нас ничего не получится. Давайте мы это запустим и посмотрим. Ну вот у нас есть график изначально того, как это выглядит. И у нас есть график того, что у нас получится. Ну вот у нас сейчас, да, захочет перезапуститься, но, в принципе, несложно понять, что получилось у нас плохо. Почему у нас получилось плохо? Ну потому что у нас линейная регрессия строится по вот этой одной independent variable, она строится не по каким-то ее модификациями, мы тут взяли квадраты этой переменной, кубы и прочее, там может быть корни из этой переменной, то у нас бы, разумеется, получилось бы лучше. Но в данном случае мы строим очень простую зависимость, просто Y от X, и оно поэтому не может аппоксимировать эту зависимость. То есть она ее видит, тут нет никакого переобучения, здесь есть просто то, что мы с вами помним по прошлым двум лекциям, так называемый BIOS модели. У вас эта модель, в принципе, не может выучить того, что находится в данных, то, что у вас модель слишком простая. Вот. И теперь мы с вами, как ни странно, перейдем к нейронным сетям и попробуем на нейронных сетях написать сначала такую же неработающую линейную регрессию. Ну почему бы нет? Значит, вообще говоря про нейронные сети, очень часто говорят, что это прямой аналог того, что происходит в мозге и так далее, и так далее. Но мы с вами биологи, мы понимаем, что, скорее всего, это не так. Вот. То есть, ну, просто как бы очень-очень-очень отдаленная есть похожесть между тем, что происходит в нейронных сетях и тем, что происходит в мозге. Собственно, вся похожесть заключается в том, что вот у нейрончиков есть входы какие-то, и один выход. Ну вот, собственно, у нейронной сети, правда, у нее есть много входов и много выходов. Все, как бы. Ну, может быть, один выход. И плюс, как бы, идея состоит в том, что мы вот эти все сигналы входные как-то преобразуем и суммируем, суммируем и преобразуем, и дальше направляем на выход. И это можно там зациклить. То есть, можно, ну, не зациклить, можно продолжить. То есть, можно вот этот выход тоже дать какому-то нейрону и так далее, и так далее, и так далее. И, в принципе, так это у нас по идее работает в мозгу, и так это по идее как бы должно работать в нейронных сетях, но, опять же, понятно, что в мозге это работает совсем иначе, потому что там сигнал дискретный и так далее, и так далее. Плюс там по-другому все устроено, там по-другому эти веса, которые мы увидим в нейронных сетях, это совсем другое в мозге. Тогда и так далее. Но тем не менее. Должное тому, что биология вдохновила, в принципе, эту всю историю можно. Проводить аналогии, ну, по большей части, бессмысленно. Вот. Ну, давайте попробуем построить вот самую простую модель, которая будет, по сути, делать ту же самую линейную регрессию, по идее. То есть у нас есть входные переменные, ну, в данном случае у нас это будет, вообще говоря, одна переменная. Мы их будем домножать на какие-то веса и дальше суммировать. То есть мы, по сути, ну, опять же, ничего отличного от того, что мы бы делали с линейной регрессией, нет. Если вы помните, как выглядела линейная регрессия, в принципе, вам не состоит туда понять, что это очень похоже. Если мы здесь забываем, что у нас, ну, то есть у нас здесь нету константы. То есть по-хорошему тут нужно добавлять константу, которая тоже там будет, просто единичка константная, а потом подаем на вход, чтобы у нас здесь было x и t, v и t плюс b. Ну, за нас это сделает, в принципе, сама нейронная сеть. Вот. Ну, и мы сейчас попробуем понять, вот что здесь написано. Значит, и, собственно, это запустить. Значит, во-первых, чтобы работать с нейронными сетями, вам нужен модуль, так называемый торч. Это модуль, который изначально, ну, он написан на ся, ну, на ся и был привязан в луа, а потом он очень будет, ну, перекочевал, собственно, в питон. Этот модуль, в принципе, позволяет вам делать обычные самые операции, в том числе. То есть вы, на самом деле, можете, вот если вы, в принципе, знаете, как работает numpy, вы, в принципе, тут можете найти какие-то аналоги операции. Например, там, создай, пожалуйста, тензор из 10 единичек, и он вам их создаст. И вы этот тензор, массив, например, 10, спокойно сложите с массивом из единичек, и у вас получится массив из единичек. И так далее, и так далее. То есть вы можете делать базовые математические операции, в том числе викторизованные. А раньше, вот здесь, кстати, уже этого не нужно, а раньше в Пайторче была такая штука, которая называлась variable. Нам она сейчас не нужна, она осталась просто как избыток прошлого, когда его не очень хорошо задизайнили вначале. Сейчас это не используется. Кроме этого, нам потребуется, ну, часть этого модуля, называемый functional и data. Ну, сейчас мы это увидим. Значит, давайте просто, что мы сделаем? Мы возьмем наши данные, немножечко преобразуем. Значит, мы возьмем x. Давайте я просто это разделю. Сначала мы импортируем модули какие-то, которые нам нужны. Институт незнакомых, вот только сторчевские какие-то аналоги. А дальше мы преобразуем немножечко x. Вот. Мы вместо того, чтобы просто иметь размерность 100, кстати, заметьте, что мы, опять же, мы numpy заменили на торч, и у нас ничего не поменялось. Опять же, вы, в принципе, можете использовать вместо numpire торч, и у вас, по сути, ну, ничего не поменяется в производительности. Ну, может быть, чуть-чуть просядет, но вы это сможете зато использовать на NVIDIA-картах. То есть вы можете считать это все на GPU, что мы увидим позже. Вот. Ну, то есть мы взяли Lenspace-штуку, которая вот здесь была. Нам, собственно, вот эту зависимость давала, заменили на торчевскую. Кроме этого, мы тоже, ну, то же самое мы давайте сделаем с Y. Нам теперь Y не нужно его как-то менять. Значит, тут единственная функция, которая может вызвать вопросы, это функция unsqueeze. Она просто добавляет одну размерность. По умолчанию она ее добавила в конец. То есть вам этот торч просто вернул вектор размерности 100, а вот за счет того, что вы применили еще вот такую функцию, вы добавили в конец одну ось. Ну, это просто важно для самого Пайтор Чап, потому что он считает, что первая размерность — это всегда у вас как бы число объектов, которых вы хотите учить, в принципе, свою закономерность. Вот. А вторая закономерность — это, собственно, признаки этих объектов. То есть здесь может быть не единичка, здесь может быть 10. Это вот будет, соответственно, когда я просто возьму X от нуля, торч ожидает, что если я беру X от нуля, то это именно мой объект. То есть в данном случае это как раз-то просто минус единичка. То есть у меня есть объект, которого признак ровно один, а это минус единиц. Понятно? Хорошо. Значит, дальше мы делаем, вот, опять же, заметьте, просто вот вы то же самое могли написать на numpy. В принципе, здесь даже из numpy используется чиселка. Ну, вот. И вы получаете ту же самую закономерность. Оно тоже векторно считается, поэтому это уже сразу имеет размерность 100 на 1. Ну, то, что, опять же, приторч предполагает точно так же, что у вас то, что вы хотите предсказать, это тоже вот у вас сначала идут объекты, а потом идет то, что вы хотите предсказать. Потому что потенциально вы, возможно, хотите предсказать не один какой-то выход, а много. Такая вот, то есть вполне возможно, что вы хотите там предсказывать сразу несколько значений разных. Вот. Дальше в принципе, в принципе, что нужно понять, ну, дальше, соответственно, идут классы. Если вы с классами совсем, совсем все плохо, то, к сожалению, будет немножечко, то есть нужно это просто запомнить, как магию такую своеобразную, что вот мы создаем класс, там, нет 2, значит, наследуемся от модуля торчевского, и вот это наследование, оно обязательно. Вы просто всегда, на самом деле, можете просто брать вот такую штуку и копировать. В принципе, вот этого хватает. То есть это такая базовая вещь, которая должна быть в каждой сети, написанной на пейторче, она должна наследоваться от торча на модуль. Если она не наследуется от него, то вы это просто не сможете для многих вещей использовать. Следующее, что тут важно, это вот эта вот строчка. Super.init. Вы наверняка, когда будете сами по памяти такое воспроизводить, вы забудете. Значит, это обязательная строчка, но вам вылетит ошибка, просто мы можем сейчас попробовать запустить без этой строчки. Попробуем. Оно нам, по идее, должно выдать ошибку. Can't assign module before module init call. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду, что вот вся эта машинерия, она написана в C, и она написана крайне сложно. И более того, чтобы даже в питоне это все работало, нужно очень много сделать обвязок. Если эти обвязки делать после того, как пользователь объявил класс, ну и все в него засунул, что требуется, то могут возникнуть очень большие проблемы. Поэтому Torch всегда требует вот эту строчку, что вы должны вызвать инициализацию, которая прописана авторами PayTorch. Если вы ее не пропишите, у вас просто все это работать не будет. Вот оно просто в тот момент, когда вы захотите это нормально как-то использовать, оно напишет, что использовать это нельзя. Вот. А дальше на самом деле вы можете делать в принципе, что хотите. Но мы в данном случае берем и просто делаем аналог регрессии. Что мы для этого делаем? Мы используем торчевский так называемый слой или модуль NNLinear. Что он делает? Ну тут можно посмотреть. Он linear transformation to incommendator. То есть Y это X умножить на некий набор весов плюс B. Но я думаю, несложно заметить, что это очень похоже на линейную регрессию. То есть есть ли какой-то вопрос здесь? Можно в принципе в чате задать. Зиняя, я тебе открыт чат, да, если что-то скажешь? Хорошо. Вот. То есть на самом деле это такая мини-линейная регрессия. Это модуль, который умеет делать линейную регрессию с той лишь разницей, что в принципе он подразумевает, что вы в принципе можете здесь предсказывать не одно значение. Не обязательно одно. Ну и собственно мы вот эту штучку просто сохраняем в поле класса. Сохранили. И дальше очень важно определить вот этот метод forward. Мы с вами чуть позже поговорим про то, что этот метод конкретно делает. Но это вот как раз то то, что вызывается, когда вы хотите сделать предсказание нейронной сетью. Соответственно мы берем, говорим, x равно self-predict от x. То есть мы преобразуем линейный x. И этот x возвращаем. Вот. Дальше вот этого пока не будем разбирать, то, что здесь происходит. Просто мы эту модель тренируем. Мы ее задали, мы ее тренируем. Вот. И на самом деле мы тут сколько-то, шагов сделаем. Тут можно там делать разное число шагов. Но сути это на самом деле не поменяет. У нас это по-прежнему не будет работать. То есть кажется вот наша нейронная сеть, она должна работать. Нейронные сети должны там уметь аппоксимировать все, что хотим. Но нет, потому что у нас на самом деле мы сейчас построили нейронную сеть, которая содержит ровно один слой, который делает линейное преобразование. То есть это вот действительно линейная регрессия. Единственное, она учится немножко по-другому. Не так, как мы учим обычную линейную регрессию там в самом простом случае. Вот. Но в сути это не поменяет. Тут можно даже там посмотреть, что ошибка. Ну, то есть прямые получились похожие. Не полностью одинаковые, но похожие. Что мы тут шум еще добавляем. Хорошо. Значит, следующее, что люди в принципе слышат часто, это то, что во всю эту историю можно добавить функцию активации. Ну, собственно, у нас вот это вот изначальная аналогия, которая приходила из биологии, что мы должны не просто просуммировать сигналы, а их как-то преобразовать. Понятно, да? Функции активации могут быть очень-очень-очень разные. Вот мы давайте просто в модель добавим то, что мы класс когда создаем, просто добавим, что мы можем туда передавать некую функцию инициализации. В принципе, они могут быть очень разные. Мы с вами отдельно разберем, какие бывают. когда функции, функция, простите, преобразование функции активации ничего не делает, вы, это на самом деле, то есть можно здесь по умолчанию например поставить, называется identity. Или nn1. То, что nn1 identity точно помню. Как он в этом будет. Сейчас. А, ну да, я не импортировал модуль. Ладно, окей. Давайте вернем. то, что было. Потом посмотрим. Чтобы просто не ломать. Хорошо. Значит, мы эту функцию применили. Сейчас посмотрим, что произойдет. Ну, значит, мы причем применили, заметьте, не функцию, которая здесь по умолчанию, а применили какую-то странную ftan. Ну, опять же, мы чуть позже увидим, что это за функция, как она выглядит. Ну, просто это функция активации. Она, значит, главное требование обычно к функции активации если это у вас как раз-то вот не вот это, которое ничего не делает, состоит в том, что вы должны, что эта функция должна как-то нелинейно преобразовывать данные. То есть, она может с ними делать, в принципе, что угодно, но это должно быть нелинейно. Ну, как бы, на самом деле, есть еще одно требование, мы его чуть попозже увидим, но, строго говоря, просто вы должны от этой функции уметь, вы ее мы должны уметь плюс-минус дифференцировать, в большинстве хотя бы точек. Вот мы учим, и в принципе, оно выучилось, но лос получше-то особо и не стал, он хуже даже стал. А почему? Ну, потому что на самом деле мы ничего сильно не поменяли, у нас зависимость тут очень сложная. То есть, у нас зависимость, которая то убывает, то возрастает, то убывает, то возрастает, причем, ну, мягко говоря, не очевидно. Поэтому от того, что мы просто вот эту линейную, мы эту линию попытались как-то скривить, функцией, которая на самом деле монотонная, то тут как бы, ну, мы никак, ничего хорошего не произошло. Мы просто получили, ну, ванмор штуку, которая не работает. Вот. А не работает это все. Почему? А потому что на самом деле вам нужно еще в всей этой истории хотя бы один скрытый слой. Вот если ваша нейронная сеть имеет так называемый скрытый слой, а что это значит? Вы берете, подаете ей на вход что-нибудь. Это что-нибудь преобразуется внутри. То есть, вот раз преобразование, а потом вот это вот все еще раз преобразуется. и вы получаете на выход какой-то ответ. То есть, тут должно быть два преобразования. Более того, у вас вот эти штучки не просто так нарисованы. Это не просто, чтобы вам покрасивше было. Здесь на самом деле еще нужно применить функцию активации какую-то нелинейную. Вот если у вас есть функция активации хотя бы два преобразования, то гипотетически у вас нейронная сеть может выучить что угодно. То есть, вы можете взять очень большую просто, просто есть теорема, которая доказывает, что нейросеть двумя слоями, ну то есть, как бы получается вот этот входной и хидерн слой, так называемый. Она может выучить все что угодно, любую функцию. Это как бы теоретически, да, это теоретически круто, но мы понимаем, что есть некая разница между теоретически и практически. Есть даже анекдот про это. Вот, естественно, здесь та же самая ситуация, заключающаяся в том, что ну теоретически, то да, а практически на самом деле, конечно, это не всегда будет работать. Но в нашем случае, давайте мы это сделаем. Значит, что мы сделаем? Значит, у нас по-прежнему есть вот эта функция, которую мы там назначаем для преобразования, а мы сделаем hidden теперь слой. И, как я уже говорил, у нас получится, что мы сначала, но в обоих случаях будем использовать вот эту линейную, этот линейный модуль. Но сначала у нас этот линейный модуль, он будет преобразовывать из пространства числа фичей, то есть в данном случае единичка, некое скрытое подпространство, а потом из этого скрытого подпространства он будет преобразовывать уже опять в единичку, то, что нам нужно предсказать. Понятно? Да. Да, они устанавливаются на каждом слое, но в конкретном случае приторча, это будет, это всегда отдельная сущность. То есть вот в данном случае, если вы увидите, вот посмотрите, вот тут очень важно, что вот здесь у нас нигде нет функции активации, по сути, да, а вот здесь она есть, то есть вы прямо говорите, что self-funk от self-hidden от x. То есть вы говорите, что примени, пожалуйста, функцию активации именно к скрытому слою. Вы ее можете, в принципе, применить, я не знаю, зачем, но к тому, что у вас на вход дается, вы можете это давать, применить к тому, что на выход дается, но это часто полезно. Да, на стратегии не было слышен вопрос, значит вопрос заключался в том, что каждому-либо слою назначаем свою функцию активации, ну да, в принципе, иногда да, то есть можно сделать, можно каким-то слоям не назначать функцию активации, каким-то ее назначать очень разную. То есть у вас в одной сетке может быть очень много разных функций активации. Просто для удобства, обычно для всех промежуточных слоев там плюс-минус одну и ту же делают. Но опять же, это зависит от архитектуры. Мы с вами видим архитектуры, где они разные. Вот. В том числе популярные трансформеры, у них много разных функций активации. Ну давайте теперь построим нейронную сеть, причем мы возьмем на самом деле не очень большое количество скрытых вот этих состояний. У нас их будет 10 штук. Поучим мы это на самом деле достаточно долго. Сейчас посмотрим. Подождем. Да, вот. Оно получилось, оно получилось на самом деле большое число шагов. Вот. И мы видим, что действительно мы идеально выучили данные. Согласны? Вот. Да, ну тут он напишет, что RF-Tank это уже устаревшая история. Ну, бог с ним. Это не очень важно. Окей. Значит, то есть, получается, что сетка с двумя слоями в принципе способна аппоксимировать там почти что угодно. И как бы, опять же, гипотетически это правда, гипотетически, вот, ну то есть как бы в теории вы могли научиться делать вот эту штуку, дальше просто вот этот Энхиден задавать разной размерности, там 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, и решать любую задачу вообще. То есть, как бы у нас тогда бы лекция по нейронной сети занимала бы ровно одну пару. Ну, вам нужно было бы просто понять вот, что здесь написано, все. На самом деле, это, конечно же, не так. На самом деле, к сожалению, в гипотетический, конечно же, так это будет работать, а на практике это не работает. На практике есть огромное количество недоизменений в нейросети, которые нужно внести, чтобы все это заработало. У вас в сетке, ну, особенно если вы слышали такой термин, он глубокая машина обучения, глубокая, там, глубокие нейросети, у вас этих слоев может быть очень много. То есть, ни один, ни два, их может быть 10, 20, можно 150 слоев сделать. То есть, такое вполне может быть. Вот. То есть, как бы, вот этой архитектуры не хватит, к сожалению, на все задачи. Ну, соответственно, поэтому общая схема нейронной сети, вот, совсем такой многослойной, просто обычной, выглядит следующим образом. У нас есть входной слой, мы из него выходы даем на какой-то там один выходной слой, потом мы можем давать на второй, можем там, на самом деле, можем добавить третий, четвертый, просто на схеме-то не рисовано, и так далее, и так далее, и так далее. А в конце мы говорим, что выдай нам какой-нибудь выход. То есть, предскажи нам, например, каких-то три значения функции, предскажи значения трех функций, гипотетически, вы таким образом, в принципе, можете работать даже с изображениями. Я повторюсь, это не будет идеальным вариантом, в случае с нейронными сетями, но вы можете здесь, там, подать на вход какое-нибудь изображение, развернув его в вектор, одномерный. Ну, просто сказать, просто все пиксели из изображения подать. На вход вы даете все пиксели из изображения, а на выход вы просите предсказать, там, есть ли на этом изображении кошка, собачка, там, или ничего нет, например. Понятно? Вот. Соответственно, опять же, вот эта архитектура, ну, гипотетически должна решать любую проблему. На практике нет, на практике, конечно же, повторюсь, есть очень много модификаций, все из которых в той или иной степени там можно, если очень долго покурить математикой, все равно свести к такой многослойной сетке, но в этой сетке вы часть вот этих связей запрещаете. То есть, у вас условно, например, вы можете сказать, что у вас вот этот нейрон, он может получать там, информацию только от трех вот этих, а от всех остальных не может. То есть, есть куча таких модификаций, которые, по сути, сводятся к этому, либо там сводятся к тому, что у вас у некоторых нейронов должны быть общие веса, то есть, они должны на свое окружение одинаково реагировать и так далее, и так далее. Но, опять же, вот в чистом виде, это, конечно, у вас не будет работать в большинстве случаев. Ну, и вот, да, тут есть ссылка, собственно, на эту теорему. Ее можно найти в интернете, мы ее сейчас заказывать не будем. Так, что-то случилось? А, не видно, то есть, да, теорема Цибенко называется. Хорошо. Значит, опять же, вся эта история, это очень важно понимать, не работает, если у вас нет функции активации. То есть, мы можем, на самом деле, вот здесь взять, просто функцию активации убрать, либо давайте я все-таки попробую, будет тут identity. Не хочет он такую, большую букву. Ладно, давайте я просто тогда добавлю функцию, которая ничего не будет делать. Получилось это красиво через PayTorch, но мы сделаем иначе. У нас другой подход. Я просто добавлю функцию, которая ничего не делает. Функция, которая принимает на вход x и возвращает x. Я опять же поставлю ее учиться какое-то время. Вот просто я взял, удалил функцию активации из того, что между слоями находится. будет ли это работать? ответ заранее не будет работать. Сейчас мы увидим, почему это не будет работать. тут на самом деле можно предположить. Даже. Видно, что у нас картинка из-за того, что у нас два линейных слоя, вернулась к ситуации, как будто у нас был один линейный слой. Видно? Вот. Это как бы такой подвох, но он мы опять же можем себе представить ситуацию. Ну, в одномерном случае ее нарисуем, чтобы не мучиться. Не нарисуем, напишем. Значит, у нас есть на вход x. Мы его как-то просто преобразуем. Значит, просто у нас есть некая f от x. Ну, и в данном случае это просто ax плюс некий b. b это bias обычно, он автоматически в линейном слое добавляется. Его можно выключить, но обычно это не делают, потому что в большинстве случаев это не надо. Соответственно, вот у нас есть там x1, который получается применением нашей функции, нашего преобразования, нашего линейного слоя к x. Хорошо. Теперь у нас есть еще одна там, скажем, q от x, которая тоже на вход принимает число. И там, допустим, cx плюс d они используют. Вот так вот его преобразуют. Ну, плюс, пусть у нас x2, это будет там f от x, ну, такой f от x1 уже. Ну, давайте тут тоже напишем, чтобы не путать. f от x1, и у нас получится c на x плюс b плюс d. Значит, дальше можно эту историю раскрыть. У нас получится cax плюс cb плюс d. Согласны? Хорошо. Значит, можем вот эту штуку назвать а штрих. А вот эту штуку назвать b штрих. У нас получится а штрих x плюс b штрих. То есть у нас две линейные функции подряд примененные, без функции активации какой-либо. Они нам ну, мы в итоге получаем опять же линейную функцию. Понятно? Что? Непонятно? Понятно? Вот. Соответственно, в многомерном случае можно это же показать, просто там матрицы будут. Вот. И проблема заключается в том, что нам поэтому именно нужны функции активации. Они вносят нам много проблем, но без них это просто работать не будет. Значит, какие бывают в принципе функции активации? Значит, первое это так, которое не будет работать. Но, гипотетически, поначалу, особенно первые нейросетки, они стремились именно к ней, потому что тогда на машинном обучении было часто, например, принято делать класс минус 1 и 1. У нас вообще 0 и 1, но это можно всегда снести. И идея была просто, что опять же, ну, типа вдохновленной биологией, что у вас есть какой-то, то есть, получается, что у вас есть сигнал вида все или ничего. Пока вы не накопили какое-то количество сигналов от входных слоев, вы ничего не делаете. как только у вас этот порог превышен, вы сразу говорите, что все поменялось, все летит к чертям. Вот, в принципе, такая функция активации, это прекрасно, только ее обучать с ней в нейросете не получится. Потому что она вообще, ее дифференцировать сложновато, то, что у нее здесь, здесь градиенты будут нули, равные, а здесь они будут, здесь в принципе непонятно, чем доопределять. понятно? Просто мы загадываем вперед, нейросетки нужно учить, так же как, ну, отчасти похоже, как с газетным бустким делали, вам нужно уметь брать производную. Вот, от того, чтобы сеть она выход дала. Если вы не умеете эту производную брать, то все грустно. Поэтому ступенчатую функцию использовать, к сожалению, нельзя. Вторая функция, которая более такая часто используемая, но она до сих пор используется, это сигмоида. Значит, она выглядит просто вот как такая штучка, которая на самом деле в районе нуля, она приблизительно линейна, здесь это можно увидеть даже. То есть, это такая линия, которая, она там, по-моему, даже единично наклонена, просто масштаб неудобный. А на минус бесконечности она уходит в ноль, на плюс бесконечности она уходит в единицу. Почему такая функция очень интересна? Потому что она позволяет вам делать, ну, предсказание нейросетки, засовывать промежуток от нуля до одного, например, вероятность. Здесь вы хотите предсказывать вероятность, вам придется применить к выходу нейросетки что-то похожее на сигмоиду. Опять же, зависит от того, какую вы вероятность хотите предсказывать, но поэтому мы увидим позже. Следующая функция, которая похожа на сигмоиду, как ни странно, она чуть-чуть получше в некоторых аспектах, ее лучше, то есть сигмоиду на внутренних слоях используют редко, откровенно, ее используют только вот в тех случаях, когда вам реально нужно получить значение от нуля до единицы. Например, вы хотите понять, вам сигнал дальше пропускать, не пропускать, пропускать его с какой там, в какую долю сигнала пропустить, вот тогда у вас может быть применена сигмоида. Вторая функция, которая, в принципе, применяется в нейронных сетях, это тангенс. Опять же, это функция активации, но она у нас уже от минус единицы до единицы, ну и в принципе, ее из сигмоиды можно получить, там, перенеся правильно сигмоиду просто. Вот, но она немножечко получше, потому что она дает выход, который симметричен относительно нуля. то есть у вас минус единичка и единичка, они у вас по серединке нолик находятся, вот, и в принципе тут, то есть нейросетки с тангенсом функция активации учится чуть-чуть получше. Вот, и еще одна функция активации, которую очень часто используют, опять же, мы с вами чуть позже посмотрим еще на несколько функций активации. но это такая функция Relu. Она странная, то есть это откровенно очень странная функция, которая выглядит как будто, ну, identity, по сути. То есть это фактически функция, которая ничего не делает со своим выходом, но есть нюанс, она, если выход меньше нуля, она его весь берет и зануляет. Понятно? Еще вход, вход. Если вход функции меньше нуля, то она его зануляет. А иначе она просто его возвращает. Вот, и кажется, что это очень такая странная функция. Кажется, что очень часто мы будем попадать в ситуацию, которую я написал на доске, то, что если мы просто возьмем там функции к выходу F от X применим Relu, а у нас выход это F от X всегда находится в положительной области, то у нас Relu по сути ничего делать не будет. Согласны? Ну, оно будет ничего, то есть оно просто будет просто возвращать выход. Но на самом деле оказывается, что эта функция очень крутая, ее по дефолту используют в нейросетях почти везде. Ну, сейчас есть чуть-чуть получше функция, но опять же это еще и быстро. И очень быстро считать, и поэтому ее всегда проверяют. когда ищут какая функция активации дает нейросеть с качествами получше, используют в том числе Relu. Вот казалось бы, эта функция абсолютно отвратительная. Но она действительно отвратительная. Она просто с точки зрения она, во-первых, на самом деле она не дифференцию. Вот она вот в этой точке она кусочно заданная по сути. Вот у нас раз кусок и вот два кусок. Вот здесь на самом деле приходится доопределять производную вот в точке ноль. Но тем не менее эта функция работает очень классно. И мы ее поэтому будем часто пытаться использовать. И опять же мы с вами на занятии, которое будет через одно, мы с вами когда будем говорить, ну или в следующем посмотрим немножко там может поменяться местами, мы с вами будем говорить про то, что как нейросетки обучать вообще, ну какие есть тонкости в этом всем. Там просто через тонкости завязаны на какие бывают сетки, поэтому тут вопрос, что лучше раньше. Видимо через занятия. Вот, соответственно мы с вами поговорим, что Relu не обладает кучей проблем, которые обладают обычной функцией активации, а те проблемы, которые у нее есть, они на практике почти никогда, ну они почти не выстреливают, если вот самому не попытаться себе в ногу выстрелить. Вот. Дальше, дальше если на русский переводить, да, то давайте просто посмотрим, как у нас нейросетка работает. прямой путь, как ни странно, мы помним, что у нас прямая цепь, это forward. То есть, вот на самом деле та функция, которую мы писали у класса, который делал нашу модель, это функция, которая отвечает за прямой путь. У нас есть несколько слоев нейросетки, у нас экситый, ну там ее вход умножается на какие-то веса, дальше мы эти веса подаем дальше, то есть, мы их складываем, там, ну у нас и другие выход, у нас немного тут входов, мы их подаем сюда, мы их складываем, применяем к этому некую функцию, ну, сегмоиду, например, опять же, и получаем на основании этого выход. Но при этом этот выход может подаваться следующему линейному слою и так далее. Естественно, форвард всегда это вот, когда вам говорят форвард распространение для там форвард проход, это просто применить функцию, применить нейронную сеть к входу. Все. Вот. Чтобы понять, как вообще нейросетку учить, вот как, потому что нам нужно на самом деле еще каким-то образом, вот мы сделали предсказание, у нас нейросетка вначале могла ошибиться очень сильно. Из-за этого мы это на самом деле могли видеть, могли бы увидеть, если бы там по частям смотрели, там можно поставить меньше шагов. Оказывается, что когда у вас много слоев нейросетки, вам приходится оптимизировать весаи в этой нейросетке при помощи весов. Вот. Сессияна, ну это здесь, опять же, вот у нас есть функция ошибки, мы можем опять же, ну и у нас вот здесь, например, один вес нарисован. Обычно, на самом деле, у нас больше весов, конечно же. Я просто напомню на всякий случай, что мы всегда можем посчитать в этой точке градиент, а направление уменьшения функции ошибки, это будет обратное направление, то есть антиградиент. и мы вот так вот можем спускаться. И на самом деле, для того, чтобы учить нейронную сеть, нам достаточно уметь для каждого веса в этой нейросетке вычислять градиент. Понятно? Хорошо. Значит, оказывается, на самом деле, это очень сложная история, потому что, ну, опять же, мы с вами это увидим, когда я буду показывать, что такое взрыв градиента, в следующий раз будет. но когда у вас много весов, и плюс еще вот здесь есть некое какое-то преобразование, много-много весов, то посчитать градиент вот того, что тут на предсказано, и вот, то есть мы можем, у нас есть то, что мы предсказали, мы считаем функцию ошибки, там, какой-нибудь МСЕ, например, от Игрека реального Игрека предсказанного. И вот поэтому мы обсуждали в прошлый раз, что градиент посчитать легко. Мы это увидим еще раз. То есть мы можем вот этот градиент легко посчитать. И мы можем понять из этого, как нам нужно изменить вот это. А дальше возникает проблема, что вам нужно понять, вот здесь вот везде были веса, там, В1, В2, так далее, так далее. Вам для каждого из этих весов нужно уметь посчитать градиент. И это на самом деле очень нетривиальная задача. И на самом деле она очень дорого стоит компьютеру. То есть ее считать, то есть это нелегко решается, это дорого решается. Значит, ну на всякий случай, вот, давайте просто, как бы, взглянем. Опять же, если что-то непонятно, мы просто ужаснемся. ну тут в принципе не должно быть что-то совсем сложного. То есть, допустим, у нас вот есть МСЕ, у нас есть, вот просто у нас функция предсказывает КХ плюс Б, да, то есть у нас просто вот, ну, чтобы понять, насколько все это нелегко. У нас есть функция, вот это то, что мы предсказываем, Y от X, и это есть просто КХ плюс Б. Давайте просто посчитаем сначала МСЕ для одного объекта, но это будет СЕ, потому что у нас тут минов никаких нет, очевидно. Значит, предсказание нашей модели, как я уже говорил, выглядит вот таким образом. Ошибка выглядит вот таким образом, ну и в принципе можем ее так же написать, ну, можем ее записать. Очень часто вот эту штуку называют резидиалами, но опять же, это больше в классическом машинном обучении. Ну, давайте просто попробуем понять, как бы нам нужно было, вот у нас два веса, по сути. У нас вот К есть вес, у нас есть вес Б. Давайте попробуем для хоть одного из этих весов понять, как их нужно изменить, чтобы у нас ошибка, вот этот резидиал, стал меньше. Ну, очень квадрат его. Для этого сначала давайте просто посчитаем градиент вот нашей ошибки по резидиалу. Значит, это будет 2 умножить на резидиал. Значит, дальше нам значит, как это выглядит, ну, вот так. Ну, тут можно на самом деле, конечно, не делить на V. Так, значит, дальше. это печатка, пардон. Так, сейчас. Дельта. Дельта. Так, вот. V в квадрате по dv это 2v. Значит, нам нужно узнать, как сместить предсказание модели, чтобы уменьшить эту ошибку. Для этого нам нужно посчитать dseit по dypredic. Значит, для этого нам нужно теперь уже вспомнить производную сложной функции, что на самом деле производная dseit по dypredic. По предсказанному это будет как раз-то производная dseit по residual умножить на d residual по dypredic. Значит, первую часть выражения мы уже посчитали, вторую мы, в принципе, тоже можем посчитать, потому что мы знаем, чему равен residual, это будет, получается, минус единичка. Вот. Мы это написали, получилось минус 2 умножить на residual, соответственно, вот так вот, ну и дальше минус можно вынести. Минус можно внести под скобку и за счет этого получить вот такое выражение. Ну и остался последний шаг, мы хотим понять, как у нас нужно, ну, то есть, как нужно изменить k, чтобы уменьшить вот эту ошибку. Значит, для этого нам нужно вспомнить, что, опять же, по формуле сложной функции, формуле производной сложной функции, что нам нужно взять вот такую производную вот по такой величине, умножить ее на производную, опять же, здесь пропущено, такой величины по d, по k. Значит, первую часть мы уже написали, нам нужно написать вторую. Вот мы ее пишем, пишем, получается, x и t. Можем подставить, и у нас получится в итоге, что нам нужно посчитать, фальчески вот, то есть, k изменить вот на такую величину. То есть, это вот такой будет градиент k. Вот. Опять же, нужно не забыть взять его с обратным знаком. Ну и то же самое мы можем, в принципе, посчитать для b. Вот. Ну и видно, что это уже, на самом деле, нетривиально, и на самом деле на заре становления нейронных сеток действительно приходилось все эти градиенты считать ручками. Где могли. А тем не менее, на самом деле, PyTorch у нас умеет, то есть, почему мы его заменили на PyTorch, потому что PyTorch умеет делать это за нас. То есть, мы возьмем некие x-еты, возьмем некие Y-к-еты, возьмем k и b, это у нас есть, то есть, это у нас, соответственно, наш коэффициент k и коэффициент b. Еще заметите, что это у нас сразу будет посчитано по разным x-ам, то есть, мы не только для одного объекта, а сразу для 5-ти сейчас посчитаем гадиент. Значит, берем, считаем, значит, у нас нужна ошибка будет, это вот для одного объекта, например, это будет Y-к-ет-е от нуля минус k умножить на x-ет-е от нуля плюс b, возведенная в квадрат. У нас ошибка предсказания 4 получается. Оказывается, внезапно, что если вот через эту ошибку просто сделать backward, вот такую операцию, которая определяна для торческого тензора, то у нас окажется, что гадиент для k это 4. Все, уже посчитан гадиент за нас. Понятно? то есть вот те вот эти операции, для которых нужно знать математику и нужно разбираться со всем этим, они делаются за нас, и в принципе у бэкграда тоже все посчитано. И все, что для этого нужно, это запустить у финальной величины, для которой вы собственно хотите посчитать какое-то значение, вам нужно просто запустить backward. Более того, это будет работать и вот в таком формате. то есть я могу сказать, что у меня SE это на самом деле вот такая величина. То есть это у себя по всем посчитал ошибку. Вот давайте я ее еще, значит МSE в этом случае сколько будет? То есть я возьму просто среднее. Сейчас, простите, SE мне. Вот у меня получилось какое-то там среднее, средняя ошибка. Теперь я могу сделать MSE backward и посчитать какой у меня градиент вообще по всем объектам насчитался. И вот он получился таким. То есть опять же получается, что я могу это считать для там любого числа объектов разом. Вот. Опять же мы в принципе можем таким образом учить нашу модель. Что мы делаем? Значит мы ставим некий learning rate. Я напомню, что в градиентном спуске нам нужно ошибку, нам нужно градиент домножать на какое-то значение, вот этот шаг, который мы делаем. Потому что градиент всегда указывает направление, куда идти, но он не указывает на сколько. Помним это, да? хорошо. соответственно, что мы делаем? Берем, значит у нас есть вот некий exit, у нас есть k e b. Ну давайте вот мы подгоняем сейчас ховно к одной точке. Значит, мы считаем ошибку. Если что, печатаем ее. Это удобно. Дальше делаем backward по этой ошибке. А дальше мы из-ка, ну вот тут приходится немножко выкручиваться, потому что, конечно же, в стандартном приторче, так не делается по-хорошему. Мы из-ка вычитаем learning rate умножить на градиент. И из-б умножаем learning rate умножить на градиент на уже b. Ну и дальше нам нужно там сделать одну операцию, которую, опять же, обычно тоже делает за нас, но мы полезли в его кишки, поэтому нам приходится вот эти градиенты занулять. Вот, и теперь если я просто запущу эту штуку считаться, то очень быстро у меня ошибка станет почти нулевой. Идея понятна? Ну, соответственно, как бы в данном случае мы с вами научились считать линейную регрессию, причем вот одной переменной, но научились ее вот ручками делать при помощи приторча вообще даже не обращаясь к его модулям. На самом деле, конечно же, в реальности это работает сложнее. Да. Вот. Ну, тут можно как бы, да, проверить, что у нас, какие у нас кайбы вывелись. Соответственно, когда мы, если мы правильно подобрали наши коэффициенты, то у нас градиент должен быть равен нулю, он действительно ноль. У нас тут они на самом деле не до конца правильно вывелись, у нас есть какая-то ошибка, но она всегда есть. То есть, к сожалению, из-за того, что мы как раз-то этот шаг делаем какой-то там насколько-то домноженный, вот сойтись к полному минимуму достаточно тяжело просто. что этот шаг, он зависит. Хорошо. Соответственно, вот вся эта история, чтобы ее, чтобы она работала в большом масштабе, вот именно в самом Пайторче, она работает, вот давайте, давайте сейчас, 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 сейчас 30 минут, давайте вот, мы поняли, что в принципе Торч умеет считать градиенты. Давайте сейчас сделаем перерыв на, сколько, пять минут, да? Пять минут подойдет? Да? Хорошо, давайте пять минут перерыв и после этого мы продолжим, чтобы у нас просто, да, все в голове не смешалось. Так, давайте продолжать. Уже, ну собственно, у нас осталось в этой истории последний момент, что, на самом деле, оказывается, что, вот вся эта история позволяет нам, вообще, для любого блока, который вот имеет такую, такую структуру, применять фреймор Пайторч. Это, это на самом деле важно понять, что, вот смотрите, вот у нас блок какого вида. Значит, у нас есть некий X на вход. Мы его принимаем на форвард шаги и дальше выдаем Y. То же самое, дальше мы, когда у нас будет backward шаг, так называемый, то есть, вот то, что мы делали, это называется, ну то есть, распространение ошибки, распространение градиента, чтобы градиенты оказались в весах. Мы знали, как нам обретить веса. Нам нужно, чтобы блок умел в себе делать вот следующие, на самом деле, три вещи. То есть, он умел принять на вход DL-P-D-Y и посчитать, собственно, DL-P-D-V. То есть, он должен понимать сам внутри себя, как ему посчитать свои параметры. как ему, то есть, он должен из градиентов по тому, что он выдал, уметь посчитать, как бы ему поменять свои параметры. Но кроме этого, что тоже очень важно, он должен уметь выдавать градиент по входу. То есть, он должен уметь вот этот DL-P-D-X выдавать. Почему? Потому что в этом случае мы за счет как раз вот этого ChainRule, то есть, того, что мы, на самом деле, называется воспроизводная сложная функция, мы можем делать вот такую вещь. Мы можем эти блоки стыковать друг с другом. То есть, мы можем сделать следующее. Вот у нас подали на вход X, обработали его первым блоком, потом обработали вторым, обработали третьим, получили Y. Дальше у нас для Y есть ошибка. Мы умеем, у нас функция ошибки просто по как бы изначальному условию, она должна быть все-таки дифференцируем, но мы по ней считаем градиент. Посчитали. Подаем его на вход вот этому блоку в backward-шаге. Он понимает, как обновить свои веса и выдает следующему блоку указание, что слушай, как бы то, что ты мне выдал, вот там DL по входу, потому что я получил от тебя. Пожалуйста, тоже используй. Он действительно этот блок это использует и считает веса для себя и тоже выдает DL потому что он получил от первого блока. Первый блок тоже считает какие у него веса получились и дальше выдает ну и выдает DL по DX. Опять же получается, что ну формально нам вот этот DL по DX если это у нас уже законченная нейронная сеть не нужен, тушено. X мы не хотим подавлять, очевидно. X это у нас какие-то фиксированные значения. Но в принципе фрейморк Paytorch за вас это все специально и сделает, поэтому как бы мы не будем даже особо мучиться. Значит, теперь мы переходим собственно к фрейморку Paytorch еще раз, как бы сейчас мы спокойненько пройдемся уже по всем его компонентам, не только потому, что мы писали в классе, потому что нам нужно было понимать, что пишем в классе и АЛЛАТРИВИАТ ТАЙФЧАР. Значит, во-первых, Paytorch умеет в принципе работать с списками питоновскими в каком-то формате, он умеет их преобразовывать в свои внутренние массивы. Он умеет, как это ни странно, работать с numpia. При этом в numpia он работает в очень тесной связке, то, что у вас в numpia работает куча пакетов, которые не работают с торчом, поэтому, опять же, с одной стороны он умеет делать вот так вот, с другой стороны вот эта штука вполне может быть преобразована обратно в numpia. Более того, я могу ее там умножить на 10, прибавить 5 и все равно это можно все равно это можно перевести в numpia. Это важно, потому что, если в такой опции не было, были бы, ну, некие проблемы с тем, как вообще с этим всем работать. Ну, потому что просто писать своим отплотлив для Paytorche это интересно. Ну, кроме этого, у этой штуки есть, у каждого Tensor в Paytorche есть три вещи. Ну, во-первых, это как бы сайз его размер и часто вы сайзом будете мучиться. Ну, вы задаете здесь три вещи, вы с ними всеми мучитесь. Размерность, то есть, ну, понятно, что вы не можете матриц произвольной размерности перемножать, поэтому эту размерность важно контролировать. Второе, это тип Тензора. Это тоже важно, потому что, в зависимости от того, какой вы используете тип, у вас, во-первых, часть операции разрешена или нет. То есть, иногда вы требуете, чтобы торчевский Тензор был там, ну, вот, самый стандартный это флот 32. С ним, скорее всего, чаще всего, почти все будет работать. Но иногда там требуется, например, тип лонг. То есть, как бы в намеке то, что было, это большой инт. Кроме, ну, длинный инт, простите, большой инт, это другое. И, кроме этого, вот, третья часть, которая тоже очень важна, и тоже с ней будет куча ошибок, это то, на каком устройстве хранится Тензор. Торч Дайверс. И по умолчанию это все хранится на CPU. Ну, CPU, то есть, вот, как бы в той же, ну, пустой оперативке, в памяти, в которой мы привыкли сидеть. Но, давайте сейчас проверим, что у нас в этой среде доступно CUDA. Да, CUDA у нас доступна, и мы можем Тензор перенести на CUDA. Проверим это. Продолжение следует... Вот. Теперь у нас CUDA, теперь у нас Тензор лежит на CUDA, то есть, ну, это, то есть, на карте с графической памятью, и он в этой памяти лежит, естественно, на индекс 0, это значит, что это нулевая видеокарта, их может быть несколько. Вот, поэтому, на самом деле, самый правильный путь, это создать этот дайвис, то есть, попросить его. Вы просите, что у вас должен быть там нулевой, что вы хотите использовать нулевую карту на вашем сервере. А дальше вы Тензор туда переносите. TU, дайвис. Вот, и вам возвращается Тензор уже перенесена на эту карту. Соответственно, это позволяет вам ускорять многократное вычисление. У вас в семинаре будет задание, чтобы увидеть всю мощь этого этого действа. Но, опять же, к сожалению, в Скуде в Калабе сейчас работать тяжело, потому что она там ограничена, скажем так, сильно. Ну, опять же, вычислять можно все, что угодно. Опять же, оно у вас будет, у него будет и матричное умножение классическое, оно будет и поэлементное и так далее, и так далее. То есть, в принципе, все в Пайдарче для этого есть. И опять же, ну, давайте просто на примере посмотрим, почему вот этот, почему настолько важно с этими дайвисами работать. То есть, мы просто сделаем тайм, вот я создаю x-torch-rent, я создаю там случайный тензор там 300 на 500. Дальше я создаю тензор на 300, скажем. x это matmool. Можно так сделать, например, да? Посмотрим, за сколько будет считаться, если перенести на дайвис. Перенести на куду. Ну, видно уже ускорение, на самом деле, то есть, она есть некая. А если у вас, соответственно, сделать просто размерности побольше, скажем, тут сделать 300, ну, давайте 3000. то ускорение будет уже более значимым, потому что нам не нужно будет тратить, ну, то есть, у нас здесь побочные операции, кроме, собственно, умножения, и поэтому какая-то часть ускорения просто не видна. Но вот здесь уже видно, что ускорение в два раза. В принципе, для разного типа операции там ускорение действительно может быть в два раза, а может быть в 10 или в 100 раз. Понятно? Просто потому, что графические карты изначально были предоспособны, обособлены для матричных умножений. Если кто-то не знает эту историю, то вот нейронные сети очень сильно обязаны людям, которые в игры любили играть. То, что в играх нужно считать быстро, как будет там освещение от выстрела из оружия, ну, вот у вас вспышка от выстрела, как эта вспышка повлияет на стены. Вы хотите, чтобы у вас красиво было, чтобы все это было видно, чтобы тени менялись. Вот, чтобы посчитать то, как именно все поменяется, нужно очень сделать много матричных операций. И когда не было графических карт, это все было очень тяжело. А как появились графические карты, у вас, соответственно, можно было не только тени от выстрела считать, но там тени от объектов, от всего, что хочешь. Считать очень быстро. Соответственно, поэтому матричные операции на видеокартах, даже самых старых, работать будут в разы быстрее. Вот, ну, собственно, мы можем опять же сделать то же самое, то есть мы можем взять и вот мы уже с вами это делали, создать эту многострадальную двуслойную нейронную сеть и посмотреть, как это будет все работать. Сейчас, пожалуй, не будем, просто посмотрим на график. Значит, тут важно понимать, что на самом деле в зависимости от числа шагов и от выбранной функции активации, конечно же, это будет работать немножечко по-разному. В данном случае мы выбрали сегмоиду. Сегмоида учатся, учатся, вот, она сошлась. Нам повезло, то есть, в принципе, у нас функция, которую мы аппоксимируем нейронной сетью, она позволяет из выходов сегмоиды на промежуточном слое на самом деле сложить уже вот такую красивую кругленькую функцию, которая полностью повторяет нашу реальную. Вот я просто здесь сделал торч-сегмоид, можно, в принципе, вот так передавать это будет правильно. Сейчас, пардон. Где-то надо функцию. Сейчас, пардон. Вот. Значит, пока это считается, в принципе, опять же, что может еще появиться? Можно, например, каждую, когда нейронную сеть выучите, очень важно вот этот learning rate. это то, с каким шагом ваш градиент применяется к множителям. Опять же, в зависимости от этого у вас будет немножечко разная картина, у вас немножко по-разному будет сходиться. Вот опять же, здесь на самом деле корректнее сделать торч-сегмоид сейчас. Он хоть и работает, но просто корректнее. вот оно сходит, вот оно сейчас будет рисовать. Он немножечко из... Ну, видно, что оно пытается что-то обучить, но это тяжело дается, потому что просто шаг выбрали неудачный. Вот. на самом деле, learning rate, опять же, в нейронных сетях это очень большой вопрос, как выбрать learning rate. Мы опять же с вами это будем обсуждать на следующем занятии, потому что в зависимости от выбранного learning rate, опять же, у вас нейронная сетка будет учиться разное время с разным качеством. Функция активации тоже важный параметр, но на самом деле не такой важный, как может показаться. Вот я беру функцию tangents, и в принципе у меня, ну, она сходится точно так же, как сегмоида сходилась на нормальном learning rate. В принципе, там никакой разницы большой нет, в лосе тоже большой разницы не будет. что я еще могу поменять. Я могу на самом деле использовать, помните, эту кривоватую функцию RELU, которая отрезала все, что меньше нуля, и кажется, что такая функция не должна работать. тем не менее, когда мы будем мучить нашу сетку, в итоге она приведет к качеству не сильно отличающемуся вот эта функция от того, что у нас было для тангенса. Вот мы получили в принципе очень неплохую аппроксимацию. Просто заметьте, что она здесь кусочками идет, видите? Вместо того, чтобы быть гладенькой, у вас такая гладенькая, у вас гладкая функция достаточно аппоксимирована этими прямыми, отдельными. Ну, кусочек, ну да, кусочками такие маленькими. Понятно? Вот, то есть, на самом деле это небольшую разницу несет. Поэтому, собственно, и есть эта проблема с тем, что функцию активации для своей нейросетки тоже надо подбирать. Потому что в зависимости от выбранной функции активации у вас какие-то вещи могут быть аппоксимированы, а какие-то нет. Но опять же, строго говоря, если мы просто увеличим число нейронов, то у нас получится этих кусочков делать больше, и они будут лучше аппоксимировать нашу функцию, но они и тут ее очень хорошо аппоксимируют на самом деле. То есть, глядя на функцию активации, заранее сказать, насколько она не подходит для вашей задачи, достаточно сложно. То, что, ну, казалось бы, и сегмоида, и тангенс, они, например, заданы только на сегмоида заданы только на отрезке от нуля до одного, Почему она внезапно работает? Потому что, потому что нейросетка умеет все-таки это комбинировать. Она это может домножить на минус единицу, где ей надо. Почему тангенс работает? там понятно. Почему Relu работает? Ну, опять же, потому что нейросетка научилась из вот таких кусочков склеивать, собственно, то, что ей нужно. Вот. Теперь, собственно, еще один компонент всей этой истории. который у нас был в функции, но мы это пропускали до этого момента. Вот смотрите, мы делаем предсказание от нейронной сеткой, дальше мы считаем loss, и у нас, мы уже говорили, что вот loss function, она может быть разная, но обычно мы считаем, что это какая-то там номера MSE. и сюрприз торч имеет заданную в себе уже большую часть функции ошибки, которые возможны. Ну, функции ошибки. Активация. Функции ошибки. Вот у нас функции ошибки MSE loss. Взятая MSE. Это вот реально считается MSE. Вот мы ее применяем, мы передаем ей prediction и передаем ей то, что должно было получиться. Дальше мы делаем какую-то странную вещь. Мы пишем optimizer zero grad, дальше мы пишем loss backward, дальше optimizer step. а дальше идет там типа графики покажите. Значит, давайте мы с этими тревья строчками внимательно просто на них посмотрим, потом перейдем собственно к оптимизатору. Значит, что вот эта штука делает? Она говорит, что если у какой-то переменной до этого момента градиент, который, да, какой-то переменной, которую мы сейчас оптимизируем, градиент был нулевым, не нулевым, то сделай его нулевым. То есть это буквально за нули градиенты. То, что написано на упаковке. Дальше идет loss backward. Что это такое? Эдракаста, мы говорим, сделай обратное распространение ошибки. Теперь у нас у каждой переменной, которую мы хотим оптимизировать, градиент стал не нулевым. Он стал вот каким-то, который мы посчитали. Ну, может быть, где-то он реально был нулю равен, но тогда он действительно будет ноль. А дальше оптимизатор делает шаг. И вот этот шаг, это как раз то шаг оптимизации. То есть он внутри себя, используя градиенты для всех переменных, которые ему сказали оптимизировать, он делает вот этот шаг градиентного спуска. Соответственно, оптимизатор вот задавался здесь. Как он задавался? Мы ему передали, значит, мы его вызвали. это использовался стахастический градиентный спуск. Это вот самый базовый оптимизатор, который используется в большинстве методов классического машинного обучения, которые всегда разбирают в машинном обучении в принципе, теории оптимизации и так далее, и так далее. Потому что он самый простой, он такой, он дуболомный и так далее. Мы ему передали, как он узнал, что ему нужно оптимизировать? А потому что мы ему передали это. Потому что вот у нейросетки, именно унаследованной от торч-модуля, у нее есть такая штука, которая называется параметры. Она в этой штуке записывает все веса, которые, возможно, нужно оптимизировать. И она их отдает этому оптимизатору. А дальше вы туда передаете learning rate. Собственно, почему он вообще на что-то действовал. Вот. И дальше у нас получается такая ситуация. Мы нейросеткой предсказали, мы нейросеткой, мы посчитали, насколько наша нейросетка ошиблась, мы занулили градиенты, мы сделали обратное распространение ошибки и сделали оптимайзер степ. Если забыть занулить градиенты, будет плохая история. Заключаю... Вот это очень важно. Это подвох ты приторчал, он постоянно вылезает, постоянно на нем можно напороться. Я на него сам летом буквально опять напоролся и искал ошибку. Если вы забыли занулить градиенты, у вас градиенты с предыдущего шага останутся. И вот посчитанные градиенты, они их не перезапишут, а просто добавятся к ним. Это с одной стороны очень крутая фишка, мы обсудим позже, зачем это нужно, а с другой стороны приводит она к очень большому числу ошибок. Потому что вот эти градиенты будут расти, то учиться эта штука будет очень недолго, у нее очень быстро станет очень большой градиент и все упадет. Вот. Соответственно, важно понимать, что у оптимизатора очень много разных дополнительных фишек. Это значит, он, то есть вот, вот кроме СГД, если вот мы просто возьмем, да, что? А почему это не происходит для него? Оно не происходит, да, ну хорошо, давайте я сейчас это объясню, хорошо, сейчас. только сначала, сейчас, простите, так, не надо эту штуку, мне надо было, сейчас, без вопросика, вот, пожалуйста, вот. Вот смотрите, у вас на самом деле этих оптимизаторов, кроме СГД, великое множество. Ада, Дельта, Адаград, Адам, Адамакс, Адам В, АСГД, ЛБФГС, РАДАМ, РМСПРОБ, РПРОБ, на самом деле есть еще какие-то, которые в Пайторче в прямую нет, но их можно загрузить с какого-нибудь дополнительного пакета. В общем, этих оптимизаторов реально великое множество, и мы с вами будем говорить, чем они отличаются, но в следующий раз. Почему эта штука, почему зануление градиента не происходит по умолчанию? Дело в том, что иногда вы не хотите занулять градиенты. Это такая очень специфическая область, заключающаяся в том, что представьте себе, что у вас есть большой датасет, и очень... Давайте я просто покажу. Возможно, графически будет лучше. Значит, у вас есть большой датасет, и в нем объекты большие. И у вас... А вы хотите считать на видеокарте, потому что это быстрее. Причем это настолько быстрее, что считать не на видеокарте с какого-то момента, ну, просто невозможно. То есть, сделать бэквард-шаги, которые очень дорогие, они реально очень дорогие. Бэквард-распространение очень дорогое. Почти невозможно, не на видеокарте. А теперь представьте себе, что у вас модель на видеокарте заняла вот эту часть. У вас то, что нужно для бэкварда, заняло еще вот какую-то такую часть. А вот у вас объекты, они тут кучкуются, например, четыре объекта. Или шесть. Ну, вот у меня шесть было. У меня семь влезло. Восемь. Восемь объектов кое-как влезли в память. Значит, я смогу учиться за один раз брать для вот шага, градиентного спуска только восемь объектов. То есть, что я делаю? Я делаю модель. Она учится вот этих восьми объектах. Не учится, она на них предсказания делает. Восемь штук объектов. Она сделала предсказания. Дальше я посчитал лосс, например, МСЕ между этим предсказанием и реальностью. А дальше я делаю вот это, соответственно, Zero Grad, Optimizer Step и Optimizer Фу. Optimizer Step перед этим Lost Backward. Обратное распространение ошибки. Значит, что мне не нравится в этой истории? Дело в том, что градиент, он посчитанный по всем объектам выборки, он будет указывать там куда-то, куда мне действительно надо. он будет, как бы он меня вполне возможно сюда в итоге приведет. Давайте я сделаю мини-дуладскую функцию. Он меня куда-нибудь сюда приведет и он меня в итоге приведет в минимум. Причем, ну, какой-то очень хороший минимум для моей нейросетки. Она будет реально хорошо работать. А если я считаю всего по восьми объектам градиент, то он очень плохо оценивается. То есть, по восьми объектам посчитанный градиент, это совсем не то же самое, что градиент посчитанный там по 256. И у меня этот градиент может вообще указывать там, я не знаю, ну, дай бог, он не в обратную сторону попрет. Значит, антиградиент. Дай бог, я не в обратную не полезу. Я могу пойти куда-то вбок. Я могу как-то не так шаг сделать. Я могу, наоборот, перепрыгнуть. И так далее, так далее. То есть, градиент, посчитанный по маленькому числу объектов, мы с вами это увидим чуть позже, сначала увидим, как это получается, как модель-то, в принципе, автоматически подавать, он не очень устойчивый. И поэтому некоторые люди делают так называемые псевдо, псевдо-группы этих объектов, они не делают оптимайзер зерго-град. И вообще, то есть, они вот эти все три штуки, делаю там, делай. То есть, они пишут что-нибудь, типа, делай каждый, не будем просто сейчас скот на питоне, делай каждые пять шагов. То есть, мы вот эти, сейчас только, лос-бэкварт тогда, не вот здесь будет, вот лос-бэкварт мы делаем, а степ и зануление градиента мы делаем только каждые пять шагов. И за счет этого у нас получается, что у нас градиент фактически все равно не точно, но посчитан для сорока объектов, а не для восьми. Это удобнее. Понятно? Вот. Соответственно, ну и как бы по этой причине, на самом деле, непонятно, почему по умолчанию действительно всегда не занулять, сделано вот, ну, чтобы вот такой фокус работал, сделано, чтобы по умолчанию он не зануляется. Потому что если сделать, чтобы он по умолчанию занулялся, непонятно, где его тут прописывать. То есть, вот здесь, в бэкварде, в общем, легче сделать так, чтобы по умолчанию не занулялся. Хорошо. Значит, с оптимизаторами тоже разобрались. Что еще тут интересно? Значит, в принципе, иногда можно нейросетку сделать без объявления своего класса. Это не всегда получается. Так вот тут. Да, вот этот вопрос и был, значит. Значит, это не всегда получается, но, в принципе, вот мы можем нашу нейросетку задать вот таким образом. NnSequential. NnSequential. Сделаем мне сначала преобразование из одного признака в 10, потом примени к этому функцию Tangents, а дальше 10 полученных признаков превратить в 1. И вот у меня получилась такая модель, я ее вполне могу взять и начать сейчас учить. Вполне. То есть, она будет действительно учиться, и, в принципе, вот этот модуль Sequential, он помогает вам модельку сделать легко и быстро. Но для чего он чаще используется? Для того, чтобы большие части нейросетки засовывать в поднейросетки. То есть, у вас нейросетка, которая состоит из нескольких нейросеток, последовательных или как-то параллельно соединенных. И вот в каждую такую часть будете засовывать в модуль Sequential. Соответственно, вот эти группки по 8 объектов, которые мы смогли засунуть на видеокарту, они называются бачами. Почему они называются бачами, Бог его знает, а почему они нужны? Потому что, как я уже сказал, на видеокарту далеко не всегда помещается весь ваш датасет. Более того, чаще всего он не помещается. Потому что если у вас, например, 6 миллионов нуклеативных последовательностей, вы их на видеокарту не засунете. Даже если у вас очень большая видеокарта, вы все их вместе не засунете. Поэтому, вместо того, чтобы со всем этим мучиться, вы можете реально брать, ну, тут мы модифицируем функцию, но еще вы можете просто брать и оптимизироваться по 10 объектам. И тут самое смешное, что, вот кажется, что чем больше бач по размеру, тем лучше. Но это не совсем так, потому что, давайте теперь вернемся к дурацкой функции, плохой, который где-то здесь был локальный минимум. Представим себе, что вы идете, умея считать по всему датасету ваш минимум. Нормальный оптимизатор такого не сделает, а СГД совсем простой сделает. Он вас завел в локальный минимум. Все, вы в нем сидите. Грустно и печально. А если вы считаетесь по бачам, то у вас за счет того, что есть какой-то шум в этих градиентах, вы вполне возможно, вот здесь не нулевой будет градиент, а какой-то градиент, который вас все-таки выведет к лобальному минимуму. Понятно? Вот, то есть, на самом деле, оказывается, что вот этот размер бача, он очень большой, это не всегда лучше, чем не очень большой. Это, опять же, зависит сильно от структуры вашей сетки, но то есть в том, что по бачам по-любому, то есть это как бы через боль мы улыбаемся, то есть да, мы не можем засунуть все на нейросетку, фу, все на видеокарту, и мы ищем плюсы там, где их, ну, могли бы и не искать. Ну вот плюс в том, что если делать по бачам спуск, то иногда это работает лучше, чем если делать по всему датасет. Вот, это фальчески такая форма регуляризации. То есть как мы не даем нашей нейросетке еще плюс переобучаться на самом деле таким образом. То есть гипотетически она будет меньше переобучаться от такого. Вот, ну, соответственно, вот в данном случае я просто мы что делаем? Мы просто берем и отрезаем по 10 объектов из наших, из наших данных. И все равно, я не буду сейчас это перезапускать, что мы просто не ждали, все равно это к чему-то сходится. Просто это чуть-чуть хуже получается на самом деле, нужно просто шагов больше. Сделать мы взяли 2000 шагов, если бы мы сделали там 10 тысяч шагов, то возможно бы оно бы даже сошлось к тому же, что и надо. А возможно нам вот так вот даже лучше, потому что возможно вот этот вот холмик, который тут получился, это просто из-за случайности. Вот. А чтобы со всем этим не мучиться руками, есть два еще класса Пайторчер, которые очень часто используются. Первый это датасет, второй это даталоудер. И на самом деле я реально советую, если даже сейчас будет казаться, что легче, блин, я сам что-нибудь нарежу, реально разобраться в датасете и в даталоудере, потому что это очень мощные штуки. Значит, первое позволяет вам ваш датасет обернуть в... ну, сделать ваш датасет более понятным для торча. Вот. И на самом деле мы с вами будем писать еще собственные датасеты. Но сейчас там достаточно того, что мы можем наш датасет, который у нас из x и y, превратить в торчевский датасет. Давайте это попрошу потом, когда мы запустим эту ячейку, чтобы она нам это сделала. Ну, давайте даже я разделю сейчас давайте. Что? что? Ладно. А, не, скобка, да. Сейчас. Сейчас. Торч. Тилс. Датасет. Еще. С датасет. Вот. Торч. Утилс. Датасет. Тензор. Датасет. Суть тут главная в том, что это теперь торчевский датасет. Это на самом деле подклад, ну, то есть тензорный датасет, но это подкласс просто обычного датасета, и это позволяет нам делать разбиение на бачи самим. Это еще не сами, наоборот, а используя опять же еще одну концепцию из торча даталоадер. Даталоадер говорит нам, он на вход принимает как раз вот этот датасет всегда, он другое принять не может. Он принимает размер бача, который мы хотим использовать, а кроме этого он еще позволяет делать такую очень приятную штуку, как перемешивание объектов. Значит, что это значит? Это значит, что вы избавляетесь от всяких неприятных моментов, у нас на самом деле такой неприятный момент, как ни странно, даже вверху в коде был, который заключается в том, что вот представьте себе, у вас есть датасет, в нем идут объекты, вот это х, это признаки объектов, а это у, и добрый человек, который реально ничего плохого не имел в виду, он вам этот у отсортировал. Один, два, тысяча. Согласны? Дальше вы решили бачи делать сами. Вы берете, допустим, бач размера, давайте вот так вот, 999 и 980, берете бач размера 3. На этом баче ваша нейросетка учится, что бывают значения Y от 1 до 3. На вот этом баче, последнем, ваша нейросетка учится, что бывают значения от 980 до 1000. Вот как раз-то в такой ситуации у вас геросетка гарантированно будет учиться фигово. Просто потому, что ее будет очень сильно колбасить из-за того, что она вот до этого научилась предсказывать значения только в промежутке от 1 до 3, потом чуть больше, чуть больше, чуть больше, чуть больше, очень большие значения, потом вы еще раз заходите на новую эпоху и опять начинаете с маленьких. Понятно? То есть здесь могут быть вот такие вот проблемы. Плюс может быть всякая структурированность данных, которая тоже мешает. То есть она, ну короче, иногда структурированность данных, как мы с вами разбирали в курс-валидации, ее надо учитывать, а иногда она наоборот мешает. В данном случае в том, что они отсортированы по игреку, это фигня. А, соответственно, вот это shuffle равное true говорит, что у вас перед тем, как из вот этого датасета для данного запуска даталодера для данной эпохи набирать объекты, эти объекты перемешаются сами. То есть они будут перемешаны, на начале индексы будут их перемешаны, но в результате у вас получится, что типа, например, 1, 980, 772 и так далее. То есть у вас первый батч будет содержать там весь диапазон значений, второй батч также и так далее. Что? А, смотрите, с одной стороны да, то есть в данной ситуации поможет, а с другой стороны это не очень хорошая история. Почему? Если вы просто один раз перемешаете данные, вот фишка даталодера, что он их будет перемешивать при каждом своем вот заново запуске. Ну, как вам это увидим? Короче, на каждой эпохе он будет их перемешивать. Каждый раз, когда вы прошли весь датасет, он еще раз перемешивает и идет. В чем проблема? Ваша гиросетка, это, конечно, сложнее такое вообразить, но действительно может приучиться к тому, что у вас в одном баче всегда идут числа 1, 980 и 772. Это сложнее представить, это реально, для этого нужно знать, какие бывают модули в паритарче дополнительные, которые связаны с крестообучением гиросетки. В общем, вот эта история тоже плохая. Если вы просто перемешали один раз, у вас бачи все равно будут получаться каждый раз одни и те же. Вот, а дата лоудер вас от этого избавляет, он каждый раз перемешивает. Более того, на самом деле вот это все shuffle true и прочее, это, конечно, бесконечно круто, но, опять же, это используется не очень часто, поэтому мы сейчас это не будем разбирать. У дата лоудера на самом деле есть очень много разных дополнительных объектов. Сэмплер, бач сэмплер, а сейчас вот намборкерс мы сейчас разберем, а бач сэмплер и сэмплер это как бы такие вещи, которые, ну, редко нужны. Пин мэмори, там это тоже дополнительная фигня, она, ну, для, для определенных ситуаций. Ну, и как бы тут есть куча дополнительных приколов, которые вы сами не сделаете. Сейчас посмотрим, если здесь, нет, нет этой истории. Значит, в дата лоудере, значит, что еще важно? Вот сейчас нам данные на самом деле загрузятся очень быстро, но вы можете написать, вы можете столкнуться с ситуацией, когда у вас данные лежат на диске жестком. То есть, вот это все хорошо, но на самом деле, если вы учитесь на каких-то там изображениях, изображения бывают очень большие, они могут быть по гигабайту, и поэтому вы их не можете в оперативке хранить. Вы эти изображения храните на диске. Вот они у вас на диске лежат, лежат, вы с ними что-то будете в какой-то момент делать. Вы в какой-то момент хотите использовать в ботче. Взять это изображение, взять вот это изображение и взять вот это. К сожалению, чтобы загрузить эти изображения на компьютер, в оперативную память, и тем более на видеокарту, нужно какое-то время. в оперативную память, нужно какое-то время. Это время, если вы просто делаете каждый батч будете загружать вместе, одновременно со всем остальным, у вас получится грузить каждую такую картинку 1 секунда. Давайте 1 миллисекунда. Тогда получается, что загрузить 3 картинки это 3 миллисекунды. Если вы учитесь батчами по 1024, то это уже 1024 миллисекунды. Это очень много. Вот. Но дата лоудер, он сделан так, что он позволяет вам все грудь, ну тут нам воркер просто в коллабе указывает бесполезно, не они, он позволяет вам распараллелить загрузку данных. То есть вы можете на какое-то число воркеров разбить вот эту задачу и у вас тогда вот эти батчи будут грузиться одновременно несколькими работниками. И за счет этого у вас опять же будет значительное ускорение процедуры обучения нейросетки и писать это руками это очень очень сложно, поэтому в данном случае дата лоудер уже просто будет незабедим. Ну как единственный дюанс что в коллабе число воркеров дай бог до двух можно довести не будем заниматься вот оно учится но когда-то оно доучится так хорошо значит еще одна история которую мы сейчас посмотрим быстренько так это оно доучило нет оно не доучило она это останавлив потому что тут числом воркеров коллабе честно говоря можно навернуться на то что это просто работать будет очень долго дольше чем нужно дольше чем если без воркеров значит мнист нам нужно картинку если мы хотим работать с картинкой при помощи линейного слоя так в принципе работать не очень хорошо но иногда приходится если мы хотим картинку или на самом деле иногда приходят просто данные в таком виде вот вверх 4 на 4 признаки пришли такое может быть мы хотим развернуть вектор то что вот то что мы до этого выучили умеет работать только с векторами чтобы это сделать мы будем использовать специальный еще один моду еще одну функцию которая называется флатан она собственно берет и вот этот вектор еще вот это изображение 4 до 4 переводит вектор вот ну соответственно да вот это мы уже работали секрет шел тоже был значит что мы делаем мы давайте просто возьмем нам не стену тренируемся значит что у нас тут поменяется в архитектуре нашей не розетки в принципе почти ничего у нас только добавится вот этот слой нн нн флатан значит что он делает он берет принимает на вход картинку и эту картинку специально превращает вектор картинку у нас размерности 28 на 28 дальше мы эти 28 на 28 признаков превращаем 128 а из 128 получаем 10 мы не рассерку сейчас в очистке будем тренировать учить распознавать вот такие циферки этот министр его в какой-то момент вас от него ну при работе в машинном обучении при работе в машинном обучении вас от места начнет тошнить но как бы это такой самый часто используемый датасет наверное буквально несколько кто используется так же часто как он просто у вас есть картиночки вот такие простые это херритт изображение там просто рукой кто-то написал семерка тройка двойка и так далее а дальше нужно это классифицировать что реально там изображено собственно так как нужно классифицировать мы используем 10 выход размера 10 а мы задаем специальную функцию мы сейчас конкретно не будем разбирать то что по времени мы уже выходим за рамки но мы задаем специальную функцию которая нужна для мультиклассовой классификации почему это почему именно мультиклассовой потому что у вас при этом что на картинке в данной ситуации может быть изображена изображена ровно одна цифра просто построению датасета вот и вам нужно сказать что вот 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 это вот вот этот какой-то червячок это семерка или единица значит вас нейросетка берет и смотрит вы подаете это в нейросеточку нарисуем ее как черную коробочку она выдает вам вектор размерности 10 и в этом векторе у вас есть вероятности того что это нолик единица или девятка согласно какое требование к этим вероятности в логичном этот прикрыт применить вот вот эти вероятности они в сумме должны что давать но если это да и если вероятность если у нас на картинке может быть только один объект ну единичку да потому что у нас просто типа если если ровно один объект у нас вероятности должны в сумме давать единичку соответственно чтобы учить мультиклассовую классификацию вам во первых вам нужно вот использовать вот такой cross center пилос который выходы гиросетки он автоматически во первых их переводят вероятности вот эти 10 выходов они автоматически будут переведены вероятности которые суммируются в единичку автор сразу считает то насколько вы ошиблись лишь нас же вот мы выдали все эти вероятности а в реальности это на самом деле была нарисована семерка действительно и вот мы теперь считаем то есть тут должна была быть семерка то есть это единичка то есть вот кладу должно было быть предсказано вот так вот везде нули кроме собственно семерки вот вероятность семерку встретить реальности должна была быть для этой штуки единиц и вы должны между вот этими двумя векторами посчитать какой-то лосс читайте мы с я сразу говорю плохая идея считается косом то ну считается вот соответственно вот этот самом деле негатив лог лайкли ход лосс который сопряжение с тем что нам нужно еще перевести вероятности в сумме так чтобы они суммировались в единицу дает вот такую странную штуку называется cross-entropy лосс значит начинаем это учить заметьте что ничего не поменялось то есть вот очень большое преимущество нейронных сетей что вам в тот момент когда вы подаете на вход что угодно в принципе у вас в самом обучении нейросетки ничего не меняется у вас вот вам нужно было задать собственно моду собственно саму структуру нейронки нужно было задать то как она подгружается вот мы используем дата лоудера 2 мы будем шапплить изображение то есть для трейд на на этапе обучением у мы действительно делаем шаппел изображений мы используем там два воркера потому что их можно в коллабе всего два использовать мы это шафлим а когда мы оцениваем качество нейросетки мы тоже используем дата лоуда но мы не используем шаппел потому что нам в принципе вас нейросетка на тестовом дата сети не учится вот ну и дальше мы говорим что мы хотим там учиться с ленг рейтом 1 на 10 минус 2 5 эпох доз функция такая-то оптимайзер пожалуйста возьмем параметры нашей модели а и лоргинг рейт используют какой мы сверху задали вот этот и дальше мы учимся 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 вот и у нас в итоге получается что и кероси итоговая нашей нейросети 86 процентов то есть действительно такая очень тупая не рассетка может среди десяти чисел угадывать восьмидесяти шести процентов случаев какое-то было число угому классно чем не рассетка заметьте тупая то есть она реально то есть это не рассетка она ничего не учитывает в природе данных это просто вы берете ваше изображение представляете видно виде одномерного вектора берете два линейных слоя и учитесь и у вас внезапно уже 86 процентов соответственно если и чем это на первой эпохе давайте там вторая эпоха 89 может до конца досмотреть вот так 92 92 и 7 92 и 9 93 процент можно даже построить график этого всего вот мы видим что у нас на тест вам дата сети у нас и кероси растет ну а лосс понятно падает потому что у нас ошибка это всегда что-то что нужно уменьшать это логично вот но и как бы 92 процента это на самом деле 93 процента это не предел вы можете опять же просто линейными слоями выбить больше просто что это дата сет очень простой для больших изображений многослойные нейронные сети вот которые составлены только из вот этих линьеров и флаттона они работать не будут это важно понимать но в биологии они тем не менее применяются во первых они применяются в тех местах где вы по логике хотели бы применять бустинг то есть если вы почему-то решили в задачки какой-нибудь где у вас есть табличка с данными мер экспрессии белков использовать не древесную модель а использовать то есть случайный лес или бустинг использовать нейронную сеть то вот здесь сетки которые мы сегодня разобрали вам подходят вы просто берете и вот строить такую модельку просто два слоя сделали начали один на самом деле hidden слой сделали и все у вас учатся принципе как бы такая такое бывает но как бы это большая часть большинстве случаев работает это так себе тоже просто будет будет работать лучше но бонус у этой всей истории в том что вы потом эту нейросетку можете на других данных например до обучить то есть у нейросетей есть очень большой бонус что они в принципе вы можете типа обучиться на одном датасете а потом на датасете поменьше до обучиться и вот здесь вот бустинг скорее всего не по вас не побьет то есть как бы в принципе такая история имеет право на жизнь еще одна история которая имеет право на жизнь это торча не такая известная штучка которая предсказывает энергию для по координатам то есть для молекулы или даже для системы из молекул по координатам каждого атома в этой системе опять же это можно использовать у вас принципе будет задание со звездочкой на это все что вот мы устанавливаем торч мы загружаем торча не это специальная нейросетка которая обучена собственно это делать мы передаем ей координаты молекул в нашей системе мы передаем ей какие мы собственно атомы хотим использовать нам случае мы хотим использовать у нас вот сколько у нас тут атомов 5 вот у нас есть один углерод и 4 водорода ну предположительно что это цех 4 метан ну по-видимому вот и мы хотим оценить энергию этой молекулы вот она получилась вот такой вот насколько это в реальность реальности соответствует да бог его знает вот но тем не менее эта штука позволяет во первых действительно предсказать энергию системе авто их но часто по-видимому это не очень работает но есть более крутые нейросетки которые это делать умеют суть в том что вы можете еще предсказать куда нужно координаты атомов сдвинуть чтобы получился результат получше куда там сдвинуть чтобы у вас энергия уменьшилась вот и вам опять же нейросетка в этом помогает но опять же я повторюсь нужно очень четко понимать что когда вы работаете с табличными данными а чаще всего хороший специалист по бустингу добьется результатов на табличных данных лучше чем человек который будет тренировать нейросетки это не всегда правда но это большинстве случаев правда вот хорошо теперь мы сделаем перерыв перерыв на 10 минут после этого у нас будет семинар в семинаре соответственно вы увидите ну там специально татасет в котором принципе дефолтный бустинг по он покажет себя чуть похоже чем линейная сеть многослойная линия носить так да если есть какие-то вопросы вы можете задать так давайте проверим так максимальное число вот тут еще максимально максимальное число воркеров максимальное число количество ядер ну в принципе да плюс минус там есть нюанс заключающийся в том что в принципе их может но да все касается параллельности поэтому параллельность не всегда нужно именно по числу ядер рассчитывать у вас может быть ситуация когда эти воркеры они не все постоянно работают из вы их слишком много задали для вашей задачи и тогда занятость будет реально и меньше чем число ядер даже если вы там укажете у вас ядер 16 укажите 32 то в итоге у вас может быть занято всего 4 в принципе да расчет приблизительно такой но опять же нужно учитывать что вот эти макс число воркеров она редко на самом деле нужно больше чем 48 воркеров задавать нам 128 воркеров это задача интересная но это будет только тормозить всю историю то что эти воркеры должны между собой общаться первых материал семинара сейчас скину как и